Елена Панкратова «Мама» читает Наталья Светлая. Ура! Красива! Молода! И очень любит кошек! Знаешь, да, вчера такая мама отыскалась, и ждать сыночка здесь у нас осталась. Малыш, куда тебе ее прислать? Живу я в детском доме номер пять. Жди. Скоро мы тебе ее пришлем. Она вошла, как солнце под дождем, красивая и добрая, родная. Живым котенком весело играя, он крикнул «Мама!» Быстро побежал, ручонками к себе ее прижал. От собственного крика он проснулся и к фото под подушкой потянулся. Нашел он это фото год назад, когда из деревьев сыпал листопад. Артемка верил, что на фото «Мама» и каждый вечер брал кровать упрямую. Малыш в лицо на карточке взглянул и незаметно для себя уснул. Каждое утро зав детского дома всех ребятишек сама обходила. Доброго утра желала любовно, гладила их по головкам, будила. Вот и к Артемке она подошла и возле тумбочки фото нашла. Карточка выпала ночью из рук. В глазках его появился испуг. «Кто это, Тема?» Малыш встрепенулся. «Мама моя!» И тепло улыбнулся. «Самая лучшая мама на свете!» «Я не знаю, за мной она скоро придет!» «Вы ведь вмерите мне?» «Да, мой хороший!» «Мама меня очень, очень любит!» «И кошек!» «Где же ты карточку мамы достал?» «В листьях нашел!» «Там, где с группой гулял!» «Что же, тогда это дело меняет!» «В жизни действительно чудо бывает!» Она эту девушку сразу узнала. Усыновить та ребенка мечтала. Но бюрократы отказы писали и разрешения ей не давали. Были в анкете ее недостатки. Отсутствие мужа и денег на взятки. Фото, наверное, она потеряла, когда волонтером сюда приезжала. Зав детского дома, за тень не присела. Кому-то звонила, что-то велела. Под вечер свои передела в дела. Она посетителя очень ждала. Раздался негромкий застенчивый звук. «К вам можно?» «Входите, входите, мой друг!» В дырях оказалась та девушка с фото. «Я все собрала. И справки с места работы. И вот заключение врача, что здорово! Вот площадь жилья, документы готовы!» «Калиночка, все хорошо, успокойся. Вопрос мне задать тебе надо. Не бойся. Скажи, ты действительно осознаешь, какую ответственность нынче берешь? Ребенок ведь он ни на час, ни на два. На всю твою жизнь. Навсегда, навсегда, навсегда. Я знаю, ответственность мне не страшна. Поймите, кому-то я очень нужна. Мне невыносимо в спокойствии жить, когда можно счастье любви подарить. Ну что ж, хорошо. Посмотреть на детей, наверное, ты хочешь как можно скорее. Нет-нет, я не буду на деток смотреть. Любому я сердце смогу отогреть. Хочу настоящую я мамою стать. Как можно детей словно вещь выбирать. Ребенка родители не выбирают, а любят. Такого, как есть, принимают. Я у сыновителя вижу впервые. Такого, как вы. Но слова золотые. И знаю, чьей мамой вы сможете стать. Артема в роддоме оставила мать пять лет. Я сейчас приведу его к вам. Готовы? Пол жизни за это отдам. Она ушла, но скоро воротилась. Ведя с собой за руку малыша. А сердце у Алины так забилось, как будто хочет выскочить душа. Артемочка, знакомься, это мама. Он бросился к Алине на пределе своих силенок, словно к двери храма. Вцепился так, чтоб пальцы побелели. Она его погладила по спинке. Сынок, сыночек, сыночек, милый, я с тобой. И как весной под солнцем плачут льдинки, из глаз закапал дождик сам собой. Артем? Артем был счастлив. Крепко руку мамы малыш держал, боялся отпустить. Друзья ложились спать, надев пижамы. Он обещал к ним в гости приходить. Когда они со всеми попрощались и вышли на Алию из берез. Перед Артемом сны его промчались. И маме он решил задать вопрос. Мама, а ты любишь кошек? Да, милый. Знаешь, их дома у нас целых две. Он зашагал по дороге счастливый За руку с мамой Навстречу судьбе.